Друзья, у меня есть радость. Небольшая, но большая. Посмотрите, если я не ошибаюсь, это роза Трезор, японская. С французского переводится как сокровище. Я приобрела такую розочку, но она у меня пропала, не успев даже развиться. Но я успела взять от нее черенок и, как вы видите, вот эта вот прелесть, огромный цветок, еще не распустился, он такой интересной формы. Вот у меня череночек такой розы теперь есть на собственных корнях. Еще раз показываю свои черенки. Это для меня первый опыт, который мне очень-очень нравится. Жасмина. Посмотрите, какая высокая. Розочка Флорентина. Все это черенки. Я пыталась зачеренковать после первой волны цветения в прошлом году. Но это был конец июня, где-то так. Вот. Можно, конечно, слепые побеги убрать. Посмотрите, как Флорентина хорошо закустилась, сформировала уже такой вот мини-кустик. Красивая роза. Также у меня укоренилась, череночек укоренился розочке Августа Луиза. Посмотрите, уже такой крупный цветок. Ну, Августа Луиза этим и славится. Пока еще я не знаю, что это за роза. Я подозреваю, конечно, судя по форме листа, по цвету бутончика, что это айсфогель. Пока что не знаю, что это за черенок. Пока что я сомневаюсь. Есть небольшие предположения, но я их высказывать не буду. Абсолютно не знаю, что это за роза. Укоренилась вот с таким огромным бутоном. Но подозреваю, вернее, подозреваю, что это моя незнакомка. Это чайно-гибридная, либо красная роза. Но это будет видно, когда бутончик раскроется. Крупный бутончик. Розочка Мэри Роуз. Вот я уже оборвала два цветочка. Вот здесь они были очень крупные. Она сразу зацвела соцветием. Сформировала уже такой вот костик. Закустилась такие у нее мелкие иголочки. Шиповника тут не может быть. Вот, не знаю, что это за розочка. Будем смотреть. И вот это. Смотрите, какой прекрасный на собственных корнях у меня теперь будет Эдин Роуз. Что это за роза, я не знаю. Тоже могу лишь предполагать. Она немножечко болезненная такая. Вот этот черенок тоже, видите, какой, видите, плохо перезимовал, видимо, не знаю. Но внизу он еще зелененький. Я думаю, что с под корешочком может какая-то почечка проснуться. А вот эта роза я не знаю даже что. Я здесь их ничем не кормлю. Иногда обрабатывают болезни, отвредители. Ну, а дальше пошел подвой шиповника, который я посадила гораздо позже. Уже у нас было жарко. А вот этот шиповник я посадила в середине января. Январь у нас выдался теплым на праздники январские. У меня были выходные, и я высадила. И хочу еще показать одну розочку. Вот я тут, посмотрите, у меня остатки от гортензии. Я немножко ее проредила, черенковала. И вот несу теперь в конец огорода. Здравствуйте! Вынести, значит, вот клубника спеет. Вы знаете, я скажу вам, сейчас покажу. Клубника-то спеет, но дело в том, что посмотрите. Видите, какой цвет она на нашей жаре печется. Обычно с клубникой у меня такого не происходило. А сейчас я удивлена, потому что, ну, в принципе, чему удивляться? У нас сегодня 35 градусов жары было. Вот, ну, вот та, которая притененная клубничка, она вполне нормальная. Но, вы знаете, печется не каждый сорт. Мармелада печется. Вот она, ее сразу будет заметно. Вот это сорт мармелады. Видите, как она прям запеченная клубника получается. Вот. То есть тут уже можно распознать. Кстати, очень много усов дают. Знаете, есть клубника. Вот вы смотрите, посадили себе и смотрите. Вот бывает один сорт. Один кустик дает много усов, а другой нет. А сорт один и тот же. Так вот, оказывается, у клубники тоже есть мальчик-девочка. Мальчик-девочка. Смотрите, какая крупненькая. У меня рука такая розовая. У нас уже закат. Вот, поэтому я вот смотрю-смотрю на свое. У меня, походу, все девочки усы дают. Клубника очень много. И, конечно, правильнее было бы обрезать эти усы. Но я могу посадить вот так вот по кустику. Понимаете, вот так. Но мне этого не надо. В принципе, где укорениться, там укорениться. Вот это всходит пшеничка. Это не страшно. Это все перерыхлится. И ничего дальше расти не будет. Так, все-таки пойдемте. Я хотела вам другое совсем показать. Вот. Ежевика. Где-то тут уже были цветочки. Она уже потихонечку зацветает. А, вон цветочек. Цветочек. Вот он уже отцвел цветочек сегодня. Хочу показать вам по дороге, пока идем. Отвлекаюсь. Ну, то, что абрикос уже вот так вот выглядит. Его немного. Вот они, плодики. Но он есть. Молодой абрикос. И теперь, вернее, персик. Сама думаю, за абрикос. Потому что у меня никогда было 4 попытки посадить. И никогда не принималось. Вот сейчас покажу вам миндаль. Посмотрите. Мы смотрели, как он цветет. А теперь посмотрите. Вот размер с рукой. Это миндаль десертный. Просто кто не видел, хочу показать вам вот такие плодики. Вот они. Похожи на персик. Персик. Но, понимаете, он твердый. Он и останется твердым, потому что это косточка, которую обволакивает вот такая ворсистая кожура. Потом эта кожура высыхает, лопается и выпадают орешки. Ну, вручную можно собирать. Тоже немного. Меньше, конечно, гораздо меньше. Вон еще какой-то тут подальше. То есть вот так вот разбросаны они. Ну, и на том тоже есть такое. Здесь крупнее. Это сорт. О, стрелка лука. Глядите, какая уже. Сорт был десертный. А это немножко другой сорт. А вообще на ощупь, конечно, как персик. Но это сливовые. Это не семейство персиковых. Это сливовые. Горошек цветет. Смотрите. Горошек. Укропчик. Так. Лучок, конечно же. Такой вот. В общем-то, такой неплохой, смотрите. Неплохой. А здесь вообще, смотрите, какой ствол. Просто можно так взяться. Вот. Ну да. Вот такие вот луки. Пойдемте. Так. Картошечка. Так я соломой и не закидала картошку. Ну, уже пора. Пора. Сейчас вот уже начинает припекать. И земля лопается. Видите, она сухая-сухая. Такая сухая-сухая. Поливали вчера, но быстренько она сохнет на такой жаре. Так. Я в конец огорода обычно отношу всякий растительный мусор. Но это я отнесу на компостную яму. А вот здесь, смотрите, что у меня цветет. Ну, подвойчик мой оживает. Какой-то лучше, какой-то хуже. Вот, буду прививать сюда розы скоро. Расцвела у меня дамасская роза и казанлыкская. Я ждала-ждала, когда вдохнул аромат. Посмотрите, довольно-таки симпатично смотрится эта роза. На самом деле она темнее. Ну, не как Эптайт, а как Ян Клюцдас по цвету. Чуть-чуть ярче, конечно, чуть-чуть ярче. Кто там сидит у нас? Нет, никто это лепесток такой. Роза, конечно, ароматная. Бутонов много. Вполне прилично выглядит. Разрастается в ширину. Из-под корня. Это тоже, видите, эмульчировала это все. Мелочь такая всходит. Вот. Как газончик. Разрастается в ширину. Из-под корня будут идти побеги. Но дамасская роза, она не так быстро, по-моему, нарастает. И не так хорошо делится, да, куст. Вот, допустим, с-под земли побеги. Если так, может, сверху потемнее будет, показать вам. А вот казанлыкская, кстати, не любит, когда ее сильно режут. Казанлыкская, по-моему, тоже не особо любит стрижку. Не помню, мне Арина говорила. Ну, а у нее идет поросль под земли активненько. Ну, не то, чтобы прям как активно, не так, как у розы ругозы. Но тоже, посмотрите, какие цветочки. Очень даже симпатичные. Я думаю, что они могут быть и покрупнее. Вот, посмотрите, на этом кустике он поменьше, а розочка покрупнее. У нее такая желтая серединка. Вот это я вам и хотела показать. Я сюда захожу, конечно, обрабатываю розочки. Не так часто, как на своих основных клумбочках. И хотела с вами еще поделиться одним моментом. Рассказать, что не так все у меня прекрасно с розами, как это может показаться на видео, когда я вам показываю под музыку. Так все спокойненько, хорошо. У меня есть небольшое разочарование. Отхожу по огороду с этим ведром. Вот я убрала даже листья папоротника. Они мешали метельчатой гортензии. Я начеренковала крупнолистную метельчатую гортензию сейчас. Как раз время лишние побеги убрала, потому что гортензия сформировала соцветия. Во всяком случае, сформировала крупнолистная метельчатая пока еще нарастает. Вот тоже лучок хороший. Вот этот сорт не уходит в стрелку. Вообще я довольна. Вот. И на чем я остановилась, что-то хотела вам рассказать. Смотрите, кориандр, но другими словами кинза, кинза, кто как называет, оставили на семена, вот она насеивается. И на следующий год, рано-рано весной, уже можно будет рвать. Смотрите, какие там жучки сидят. А любят они это дело. Хочу показать вам розу. Я ее хвалила. Я была ей довольна, но она у меня... В этом году ей исполнился годик. Ой, посмотрите, у моих соседей там вдалеке цветет роза. Большая-большая. Ну, сейчас видно плохо, как бы, цвет ее. А мне видно, она такая алая, старый сорт. Так вот, речь пойдет о розе Сальмоэссет. Сальмоэссет. Она роза ароматная, очень обильная. Вы могли в этом убедиться. Вот скоро здесь я подготовлю почву. Это мой череночник. Крышку убрали. Я поставлю дуги. Ну, либо дуги, либо здесь просто отдельную землю пролью максимчиком. Немножечко добавлю торфа, песочка. И здесь будут черенки. У меня роз. Вот, я не знаю. Я думаю, мне хватит места. Здесь метр на два с половиной, на два двадцать, где-то так. Вот. И посажу черенки. Так вот, Сальмоэссет. Обильная роза. Очень обильная, ароматная. Прям духи, понимаете, французские духи. Ну, здесь все по-старенькому. Все кустики живые. Баданчик. Вот, все поливается. Вот. Ну, порядок тут. Еще беспорядок. Еще сарай будет делаться. Еще все, видите, вот. Вот-вот-вот в разобранном виде. Пока не до этого. Розочки тоже хорошо себя тут чувствуют. Вот, смотрите, уже бутончики лопнули на розочки. Софис Роуз. Вот такие соцветия. Вот так вот много. Это подарок от Наташи. И вот розочка. Тоже она у меня от Наташи. Еще бутончики. Это, скажите, как называется. О, с головы вылетело все. Потому что перескакиваю с темы на тему. Вот кустики как хорошо себя чувствуют. Вот здесь тоже у меня пара розочек. Ну, это незнакомки. Пузреплодник. Уже цветочки его отцвели, были беленькие. Испирейка. Голден принцесс. Ну, вот, пойдемте. Сейчас вот как есть, веду вас. Здесь, кстати, розочки тоже хорошо себя чувствуют. Посмотрите. Алхимист выцветает вот до такого цвета. Сливочного. Надо мне вот эту вот ножку убрать. Видите? Чтобы росли вот эти побеги. Вот. Ну, жалко. Хотела убрать, несмотря на то, что тут бутоны еще есть. И начеренковать. Но поскольку череночник у меня еще там не готов, я вот все это дело отсрачиваю. Ну, ничего, пусть казино розочка в этом году, она у меня уже зацветет. Вот мы обнаружили в прошлом видео с вами, что есть уже бутончики на ней. И хочу вам кое-что показать еще. Что же меня огорчило в розе сальмой сет. Пока мы идем мимо, покажу алхимист. Алхимисты, представляете, выгорает до сливочного цвета. Здесь он пока что у меня еще на одной ножке стоит. Вот. Это лилии. Лилии. Можете прочитать сорт. Пока что в коробке, чтобы не так солнышко как бы попадало. И пока что в горшочках. Две остинки в горшочках. Манскеттвуд и Александра Офкент. Ну, потом будут пересажены. Не знаю, буду смотреть. В общем, вот митерчатая гортензия черенковала. Вот так вот Spirit of Freedom себя чувствует. Вот такой красавчик ароматненький. Вот сколько у него бутончиков. Очень так романтично он свисает. У него цветы. Они крупные, тяжелые. Сейчас походу покажу вам, как зацветает Рамблер Таузеншон. Смотрите, какие у него цветочки. Настолько они нежно-розовые. Очень нежный цвет. Зацветает на побегах текущего года уже Рамблер. Пока что это молодой такой кустик. Так. Вот такой у меня Рамблер зацветает. Я вот все пыталась в тот раз стикеточку найти. Но ничего, потом найду. Тоже на побегах прошлого года, ой, вернее, текущего года. Это молодые саженцы. Осенние посадки. И они хорошо нарастают. А вот уже закрыл свои малюсенькие цветочки. Это розочка Плизан-3. У него на кустике от розового до желтого, до слегка малинового. С таким холодным розовым, с теплым розовым. Вот такие вот маленькие цветочки. Сейчас они закрыты. Закрылись. А днем они распускаются. Вот такие вот у него соцветия. Очень такая милая, до того няшненькая розочка. Очень красиво смотрится. И вот уже, по-моему, у Тиггол Фоллс первый цветочек на Рамблере зацвел. Такой вот он. Такого розового цвета, теплого. И получается, внизу подрастает сиреневого. Ну, на камере он тоже розовым выглядит, но он сиреневый. То есть вот сиреневый, рядом розовый и вот такой вот нежно-розовый. Так еще вот, по-моему, розовым будет вот этот Рамблер. Посмотрите, у него более такие рыхлые соцветия. То есть цветочки далеко друг от друга, неплотно. И получается, вот таким каскадом он зацветает. И вот такие вот ниспадающие побеги у него. И как водопад. Рамблер-водопад. А вот этот, видите, он погуще. У него соцветия вот такие вот. И они, цветочки, они липкие. Липкие и уже пахнут. Вот они полопались, видите. Смотрите, по сравнению с рукой, какие они маленькие. Вот, все это, конечно же, зацветет скоро. Так, ну и сальма эссета, которую я хотела вам рассказать. Я ее показывала в видео. Сейчас она приободрилась. Сейчас она, тургор у нее улучшился. Вот сейчас закат. На камере она такая ярко-розовая, но она сиреневая. Она малиново-сиреневая, темная роза. Кстати, по цвету похожа на дамасскую розу. Вот, что хочу сказать. Роза на жаре плохо себя ведет. У нас сегодня было за 30 в обед. И вот, понимаете, она сейчас нормально. Она сейчас бодренькая. Все. У нее очень тяжелые цветы набитые, видите, тяжелые. И вот краешки подпекаются. Но сейчас она бодренько смотрится, но днем на нее просто жалко смотреть. И, в общем, решено пересадить осенью ее в конец огорода. Это не наказание, а для того, чтобы я могла с нее... Во-первых, она будет там в полутени. Мне придется обрезать все побеги ее. Роза будет в полутени. Я ее не буду обрабатывать химией, только биопрепаратами. Потому что на ней много цветов. И они очень ароматные и цвет насыщенный. Я хочу с этой розы брать лепестки на масло, на розовую водичку. Вот сейчас на закате вы видите, как отличаются сальма эссет и флорентина. Да, она уже у меня распускается. Сейчас покажу вот так вот. Очень темная, на камере она красная, но она такого винного, винно-гранатового цвета. Вот как в серединке вы видите цвет. Вот такая она вся. А мне видно, что серединка как будто бы у нее черная. На самом деле эта роза очень темная. Я так залезла, чтобы вам показать. Вот. Мне единственное не нравится, что немножко голенькие у нее ножки. Но я думаю, это первогодочка, вернее, это второй ее сезон. Она была совсем небольшой такой, когда цвела. И в этом году она очень обильно цветет. Несмотря на большинство, вот много, видите, бутонов. Очень они такие тяжелые. Но у нее, посмотрите, какие крепкие ножки. Она прекрасно держит свои соцветия. Они нерыхлые. А сальма, она, да, она, конечно, прекрасная, красивая, ароматная. Но переедет она осенью у меня в конец огорода для того, чтобы я, во-первых, ей было легче. Потому что здесь солнце светит после обеда на нее. И она имеет такой жалкий вид. Я сейчас постараюсь подойти. По-моему, там цветочек обожженный есть один. Я покажу. И к тому же, вот он. Ну, он один из первых зацветал. Видите? Вот. Очаровательная форма цветка, конечно. Посмотрите. Старинная форма, ностальгическая. Не знаю, как ее называют. Вот такая вот малиновая. И я буду собирать с нее лепестки. Она не будет у меня подвержена химическим обработкам. Вот. Потому что, как ни крути, все розы приходится мне обрабатывать. Вот впереди вы видите белые бутоны. Это хочет зацвести уже Мон-Жарден-Эм-Амезон. Они очень долго держатся. А здесь сальма не подходит еще почему? Потому что, как я за ней наблюдаю, она зацветает. Получается. Ну, она же молодая. Ну, никто же мне не сказал за сальму. Мало информации о ней. Она зацветает. Одна из первых. И, насколько я вижу, она неплохо держит цветок. Но все-таки вот такие вот прямая жара без передыху. Это не для нее. Я боюсь. Она, видите, уже бодренькая. Но я боюсь, что она быстро отцветет из-за этого. Вот. А на ее место я посажу другую розу. Честно, у меня есть несколько плетистых роз, которые можно было бы поместить, так скажем, на видное место. Но я еще буду думать, какую именно. Посмотрите, гортензия соцветиями. Такой вот крупный кустик. Сам сорт крупный. Вот это поменьше. Вот смотрите, плотный темно-зеленый лист. Вот эта гортензия хорошо держит солнце. Но все равно она не то чтобы вянет. Она как бы мягчеет на солнышке. Посмотрите, блюфаю. Блюфаю, посмотрите, посмотрите, как он цветет. А то я все хожу-хожу, не показываю вам. Конечно, он темнее выглядит, чем на камере. Прям такой. Видите, прожилки такие у него. Вот. Роза, конечно, на камере яркая. Так я вижу перед собой просто фиолетовый цвет. Вот просто фиолетовый цвет, поверьте мне. Не вся гортензия у меня соцветиями. Но она вся ремонтантная. Вот эта вот гортензия, она похожа на попкорн такая. Вот и это вот другие. Видите, я их обрезала. Но вот этот вот, ну, считайте, обрезала одинаково. Но вот этот вот быстрее сорт нарастает. Ну, не важно. Вот так вот, смотрите, штампик выглядит. Вот такой вот, если видно, да? Вот он. Вот сколько у него бутончиков. Самодельный штампик. Привитый на шиповник. В конце прошлого июня, или в конце июня, или в начале июля, я привила 5 почек, но 4 прижились. Ну, вот так вот, как воткнула палочку, так вот, ну, била. Такая и осталась. Еще не очень красиво, но это все нужно будет, конечно, доделать. Доделать, привести в более приличный вид. Нахин глюд. Нахин глюд. Цветет. На самом деле тоже темно. Темный красный цвет. В малиновый не уходит. И посмотрите, сколько соцветий на розочке. Ротер капшин. Посмотрите. Много, много, много соцветий в этом году. Он меня радует. Он будет держать себя. Лопнули уже бутончики. Посмотрите, какие они прям, как будто лакированные, блестящие. Просто очень красивые. Ну, здесь у меня внизу две розочки Кордона. Красная и... Красная and красная. Красная и малиновая. Ну, это вот видно, что красная, но она малиновая. А вот это красная. Вот. Вот еще розочки Кордона. Посмотрите. Тоже они готовы вот-вот зацвести. Вот-вот зацветут. Очень много на красном сорте. Посмотрите, сколько цветов. Белый тоже. Это такие красивые. Малиновые. Розочки очень обильные. Это такой оранжево-алый. Это тоже малиновый. А это роза Кордона. Она уже зацвела. Такая оранжево-желтая. Я бы не сказала, что она желтая. Не скажу, что она оранжевая. Вот вы как видите на камеру, вот такой цвет у нее и есть. Дальше здесь тоже розовая Кордоновская роза. У меня спрашивали, Кордона или Кордеса? Девочки отвечают, Кордона. Я ничего не перепутала. Такая вот абрикосовая, но она на камере тоже ярче смотрится. Но она не со цветами, она такими одиночными цветочками. Но тоже как бы их много. Так вот, розы Кордона. Магнитовские розы в горшочках, которые я купила, спасала, лечила на подоконнике, высадила и теперь довольна. А розы Кордеса мы все прекрасно знаем, кто такой Кордес. О, его ли это роза? Вот такие вот лепешечки. Уже четкость не наводится, потому что темнеет. Видите, какие крупные цветочек. Скоро вот-вот-вот-вот начнет зацветать кисмикейт. Он нежно-розовый, на камере он яркий слишком. На самом деле нежно-розовый. Он это как бы снаружи, а внутри, он когда будет распускаться, у него будут нежнее цветочки, розовей. И пока даже вот сюда, видите, дошел побег с Мон-Жарден-Эм-Амезон. Он будет смешиваться и с красным, и с розовым. Так что розочки цветут. Сегодня я вам показываю эту клумбу. Ну, а жимолость, посмотрите какая. Посмотрите, сколько у нее цветов. Она у меня на арке. Она такая желто-розовенькая, обычная жимолость-каприфоль. В ножках здесь живет роза. Аспирин молоденькая, синие посадки. У нее есть уже цветочки, но еще не распустились. И рядышком гортензия. Здесь жимолость хорошо ее притеняет. Она немного у меня плохо сформирована, но у нее тоже есть соцветия. Вот мои тоже череночки в горшочках. И я вам скажу, что в горшки, когда я пересадила, я вижу, что здесь развитие, конечно, отстает. Развитие черенков. Вот так выглядит посаженный мой клематис. Он такой неказистенький, вот такой вот зацвел. Но все-таки уже можно посмотреть цвет. Скоро отцветет. Здесь у меня вот два клематиса. Вот он, второй пошел как витца-витца-витца. Уже прилично подрос. Ну и смотрите на рододендроны нецветущие. Так вот сейчас встану. Вот они, хосты. До сих пор цветет вот эта хоста. Потрясающий цвет. Цветочков. Колокольчики вот такие. Они чисто красного цвета, но выглядят алыми на видео. Но они красненькие. Вот такие гехерки. Я поставила опоры. Вот, кстати, сломался у меня побег на рододендроне. Наверное, потому что я... Они очень хрупкие, конечно, вот здесь у основания. Наверное, потому что я поставила... Ну, два дня стоял нормально. Вот что он сейчас обломился, непонятно, конечно. Вот гехеры тоже зацветают еще. Поставила опоры, но теперь, думаю, а надо ли. Все-таки форма этого рододендрона вот такая раскидистая. Вот он стороны так разрастается, в отличие от этого. И вон мои черенки. Вот эти я еще не накрыла. Только-только сделала. Ну, таким образом. А здесь у меня такие самоделки. Они уже... Они уже укоренились. Многие с корешками. Я, друзья мои, не буду вытягивать, дергать их. Я сегодня посмотрела аккуратненько, на место всунула. Корешочки тут есть. Поэтому я не хочу нарушить их развитие. Хватит и того, что я уже... Вот так щелочку, видите, оставлю, чтобы дышали. Вот. Того, что я уже убедилась, что с ними все в порядке. Вот здесь у меня тоже в горшочках спрятаны в тени гортензии. Ну, рододендроны, конечно, уже без цветов. Вот этот вот, конечно, у него... Вот видите, я когда соцветия отламывала, я говорю, нужно аккуратно. И вот эти побеги, они настолько хрупкие. Пока они не одревеснеют, они так быстро обламываются у основания, вот здесь. Вот. А ведь это каждая цветущая почка. Помните, я говорила? Ну, все, уже прям темнеет-темнеет. Я с вами попрощаюсь. Друзья мои, до новых встреч. Увидимся пренепременно. Продолжение следует...